Два россиянина, которых британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении эксполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, утверждают, что ездили в британские Солсбери только чтобы посмотреть собор. Эти два человека сказали, что это их настоящие имена, их действительно зовут Александр Петров и Руслан Баширов, и они дали интервью не кому-нибудь, а самой главной прорашистской пропагандистке Марго Симонян, главному редактору телеканала РТ, если кто-то не знает. Дальше на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимиру Путину задали вопрос об этих двух людях, и он ответил буквально следующее. Конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут, это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас, но посмотрим ближайшее время. Они гражданские? Что? Они гражданские? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. И вот странно, что именно после такого заявления Владимира Путина вдруг эти два человека проявились. То есть до этого они так спокойно сидели, жили своей жизнью, но вот именно после выступления Путина у них появилось жгучее желание, конечно же, дать интервью одному из самых главных пропагандистских каналов. Интересно еще и то, что спалились они, собственно говоря, на самых первых минутах, когда Симонян, кто ее знает, видимо, по природной глупости, вдруг спросила их, а как это так вышло, что они ей позвонили? На что они ей сказали, ну как, ну по вашему мобильному телефону. То есть, понимаете, ее мобильный телефон известен всей стране и всему миру. Вот так вот любой человек может взять и позвонить по личному мобильному телефону Маргарите Симонян. Видно, что легенду они заучили, придумали наспех после выступления Путина. Слово, так сказать, держать нужно. Нужно показать эти физиономии миру. Ну вот и состряпали то, что смогли. Конечно же, очень много несовместимостей, о чем мы сейчас и поговорим. Естественно, на вопрос Симонян, для чего они поехали туда, ответ был с туристическими целями. При этом один оговаривается и говорит, хотели оторваться. Оторваться хотели, ну непонятно где. Тут же заявили оба, что самая главная достопримечательность в Солсбери, конечно же, собор. А дальше идет набор слов из Википедии. Чем знаменит этот собор? Часами, шпилем и прочее. Но возникает вот такой вопрос. Если ребята прилетели в один город, а затем на поезде два раза приезжали в Солсбери для того, чтобы посмотреть собор, почему же они его все-таки не посмотрели? Странное дело, но маршрут этих двух молодых людей проходил очень далеко от самого собора. Вот BBC выложила маршрут этих людей. Красными точками отмечено их нахождение, зафиксированное на камере. По расследованиям британской полиции известно, что Петров и Баширов ездили в Солсбери дважды, то есть 3 и 4 марта. Они остановились в отеле в Лондоне, в одном из самых дешевых отелей за 48 фунтов в сутки. То есть это как бы люди небогатые. И при этом они дважды совершают поездку за 150 фунтов в окрестности Лондона. Это уже само по себе странно. Говорить, что мы хотели приехать посмотреть на собор и находиться в совершенно другой части от собора, согласитесь, это несколько странно. Эти супчики пытаются объяснить, что они якобы промокли. Но промокли они, получается, два дня подряд или как? Тем более на фотографиях вы абсолютно четко видите, что никаких снежных завалов на улице нет. Но 3 и 4 числа эти два человека приезжают, гуляют на вокзале, естественно, в 11.48. За 10 минут они проделали маршрут до автозаправки на Уилтон-Роуд в 11.58. Это буквально в нескольких метрах от дома Скрипаля. На автозаправке их зафиксировали в 11.58. Приблизительно в 13 часов Сергей Скрипаль и его дочка Юлия вернулись в свой дом. А уже в 16 они были найдены без сознания. Дальше на обратном пути их зафиксировали на Фишерстон-стрит в 13 и в 13.08. Они прогуливались, смотрели на витрины магазинов. Почему они двигались в этом направлении? Потому что недалеко от собора в парке они выбросили этот контейнер с новичком по виду напоминающей духи. А затем вернулись на вокзал и уехали. Это был их маршрут. Но интересно, если вы уже находились в парке, вы туристы, недалеко от самого собора, а приехали вы вообще в страну только для того, чтобы посетить этот собор, почему же вы его все-таки не посмотрели? Не посмотрели два раза. На вопрос, находились ли они рядом с домом Сергея Скрипаля, они отвечают очень расплывчиво. Ну, как бы, как действительно бы отвечали плохие ученики, пытаясь соврать учительницы. Да мы, в общем-то, не знаем, где этот дом, да может быть, и проходили случайно, да не знаем. Это, конечно, неправда, потому что за последние недели только и говорится о доме Скрипалей, говорится, на какой улице находится дом, по всем мировым СМИ. Если вас тем более подозревают в таком деле, вы не можете сказать, я не знаю, проходил ли я там. Абсолютно точно любой бы человек вспомнил, был ли он там недалеко от этого дома. Ведь они же вдвоем там были. Следующее несовпадение. Оба они говорят, что предприниматели приехали по чисто туристическим целям, для того, чтобы, понятное дело, посмотреть собор. Но газета Телеграм несколько дней тому назад писала, что оба обращались за бизнес-визой. Спрашивается, зачем? Если вы просто едете с туристическими целями, так и покупайте себе туристическую визу. Здесь, опять же, вранье. Дальше очень важный момент, на который указала сама Симонян. Фотографии, опубликованные британской полиции. Съемки того самого момента, когда Петров и Баширов проходят по коридору аэропорта Гатвик. Это два друга, которые якобы путешествуют. При этом они зафиксированы в одно и то же время. Вопрос заключался в том, почему они, если нигде не расстаются, не шли вместе по коридору друг за другом. То есть сначала прошел один, а потом другой через две минуты. Нет, они шли отдельными путями. И только потом встретились. Этот момент объяснить они не смогли. Еще одно серьезное несовмещение. Петров и Баширов рассказывают о себе, что они якобы предприниматели средней руки. Занимаются чем-то в фитнес-индустрии, что касается спортивного питания, витаминов, микроэлементов. Подробности по их словам они не хотят рассказывать, потому что это поставит под угрозу их партнеров. Что чушь, конечно, сама по себе, но хорошо. Однако в российском госреестре юридических лиц нет компании, в которой владельцами или управленцами были бы Петров и Баширов. Среди действующих и недействующих юрлиц встречается только Руслан Баширов, а не Боширов. Но даже совпадение с именем некого предпринимателя Руслана Баширова, его деятельность никак не связана с фитнес-индустрией, питанием, витаминами и так далее. Плюс еще очень странные враки, ну, такие мелочи, на которые тоже стоит обратить внимание. Например, на вопрос, а что с вашей одеждой, в которой вы были в Англии, она у вас осталась? Тут же оба отвечают друг за друга, да, конечно, хотя возникает вопрос, откуда один знает об одежде другого. Плюс это все происходит сейчас в сентябре, где достаточно тепло. Как мы видим в интервью, даже Симоньян включает кондиционер, потому что не холодно. Но при этом один оговаривается и говорит, куртка, в которой я был, да, конечно, она у меня с собой, она у меня здесь. То есть он сейчас, во время этой жары, пришел именно в той куртке, в которой был в марте месяце в Англии. Понятно, что вся эта картинка, как и все это дутое интервью, рассчитано только на внутреннего зрителя. Потому что никого больше за пределами страны это не впечатляет. Вся история шита белыми нитками. Само участие Маргариты Симоньян, вот только одна ее фамилия дискредитирует каждое сказанное имя слова. И последнее, о чем говорит английская полиция. Сработали эти два человека очень непрофессионально. Скорее всего, они не знали, что за день до этого прилетела дочь Скрипаля Юлия. И рассчитывали убить только одного человека. Если бы пожилой человек скончался, никто бы, возможно, и не обратил внимания. Но в том-то и дело, что они оба пострадали. Почти 70-летний старец и его 30-летняя дочь и два человека умирают, показывая одинаковые симптомы отравления. Получается, что Юлия Скрипаль спасла жизнь своего отца. Если бы она в тот момент не появилась, никто бы понятия не имел о смерти этого малоизвестного бывшего агента. Почему убили Скрипаля – это отдельный разговор. Уже известно, по какой причине его пытались уничтожить. Но это история для отдельного ролика. И напоследок хронология событий. Вспомните, как российская сторона сначала начинала реагировать на обвинения со стороны Англии. Сначала они сказали, что это вообще ложь и неправда. Как только информации стало больше, они стали говорить, что все это фейковые новости. И очередной поклёб на Россию. Дальше они начали говорить, что это не наши люди, а скорее всего английские актёры. Ну, та же самая история, как и в Сирии пытаются говорить, что дети, отравленные газом, это подставные актёры, дети, присыпанные мукой. Наглость безграничная, но вполне себе в российском стиле. В конечном счёте, когда была выложена вот вся эта информация, российская сторона просто начала ошучиваться. Ну вот, в стиле Владимира Путина, у жимочки, у хмылочки, дескать, ничего не докажете. Ну, а теперь вдруг неожиданно двое парней нашли номер мобильного телефона Маргариты Симонян и дали ей интервью. С невинными лицами два парня намекают на то, что они, дескать, геи, всегда путешествуют вдвоём, спят на одной кровати и всё такое хотели собор посмотреть на знаменитые часы. Ничего не получилось, промокли и вернулись назад. Скорее всего, всё это интервью рассчитано только на внутреннего потребителя. Возможно, и зрители Первого канала в это поверят. Ну, а весь остальной мир, мне кажется, после вот этого дешёвого трэша убедился ещё больше, что английская полиция нашла самых настоящих исполнителей.